Под руками мастера буквально из ничего, из горки песка, из капли краски, растекающейся на шелке или на воде, рождаются удивительные картины, которые ежесекундно сменяют друг друга. Иначе, как танцующей живописью, это завораживающее искусство и не назовешь. Вода. Сколько же легенд созданы о ней. Сегодня ученые выдвигают поразительные гипотезы. Якобы вода может воспринимать и сохранять информацию, даже такую тонкую, как мысль. Художники поняли это еще в 11 веке и считали воду идеальным полотном для создания картин. Представьте, что идет разноцветный дождь. Капли капают на воду и не тонут, а растекаются, приобретая причудливые очертания. Нет, это не экологическая катастрофа. Это часть процесса создания уникальных картин в стиле Эбру. Каких только романтических названий не придумали люди для этого древнего искусства. Танцующие краски, облака и ветер. Загадочное слово Эбру и в самом деле переводится как облако. Одни считают родиной облаков на воде Индию, другие – Китай, третье – российский Алтай. Но чаще всего центром Эбру называют Турцию. Эбру – турецкое искусство. Самая старинная работа сейчас находится в музее Топкопа в Истанбуле. И сам вот это великий мастер, турецкий мастер. Эдип Асан – один из них. В 16 лет он занимается Эбру. Но при создании каждой новой картины испытывает те же удивительные чувства, которые пережил, когда впервые отпустил краски в плаванье. Тогда стало как море, как океан. Я чувствовал себя, как я плываю, или я чувствовал вот эту свобода. Думаю, что почему это дает нам спокойствие, мы чувствуем себя в другом мире. Всегда каждая работа уникальная. И я всегда, вот этот дизайн меняется. Есть всегда движение поверхности воды. Очень как оригинальная. И есть вот эти эффекты. Невозможно рисовать над мягкими кисточками или другими инструментами. Кстати, краски турецкие мастера во все времена готовили сами, из природных материалов. И секретами своей лаборатории не делились. Считая украшение водной стихии процессом сакральным, они никогда не работали на публике. Учеников брали редко. И к концу 20 века искусство Эбру чуть было не исчезло. По счастью, сегодня живопись на воде вновь в расцвете. И Эдип Асан с удовольствием поделился тайной рождения своих картин. Мы держим кисточки вот так и вот так. Сейчас решим чульпан. Кисточки сделаны из конского волоса. Конские волосы задерживают очень хорошо краски внутри себя. позволяют равномерно разберегиваться поверхностью воды. Это очень важно. У нас есть вода. Вода необычная, очень густая вода. Мы добавляем в воду морские водоросли. И жаль помогает краскам не отпустить на дно, а раскрыться на поверхности воды. Это очень важно. Краски натуральный пигмент и ясам готовлю. Краски натуральный пигмент и ясам готовлю. Даже если не отрываясь, наблюдать за движениями руки художника, понимание, как из нескольких капель краски рождается элегантный тюльпан, не приходит. И остается ощущение волшебства. Сейчас это очень важно. Вот держи вот этот край и медленно кладу бумагу на поверхность воды. Сейчас снимаем. Техника Эбру позволяет перенести рисунок с поверхности воды на любой предмет. Керамику, стекло, бумагу, шелк. Вот уже более трех лет турецкий художник работает в России, делясь секретами своего мастерства со всеми желающими приобщиться к искусству Эбру. Я долго читал русскую литературу, и я всегда хотел чувствовать вот эту культуру. Мы в Москве более три года работаем с инвалидами. Я и с друзьями как волонтер-художник. Мы два года работали с ментальными нарушениями, и мы очень хорошо результат получили. Почему, например, сейчас Эбру можно использовать это искусство как арт-терапию метод? Потому что совсем необыкновенная форма искусства. Всегда здесь есть движение, меняется вот это. И каждый человек здесь может делать, может рисовать. Это сколько ему лет, это не важно. Терри лет, четыре, пять, или семьдесят, восемьдесят. Здесь всегда получится. Это дает человеку как желание. Да, я могу. Это в арт-терапии очень важно. Недовольство собой и собственной жизнью привели к искусству Эбру многих людей. Своей историей поделилась с нами Анна Носова. Девушка работала в крупной компании руководителем среднего звена. Престижная должность, отличные заработки. Но в душе было пусто. И вот каким-то таким однажды хмурым понедельничным утром мне попался такой человек-бутерброд с рекламой о том, что приходите к нам, порисуете, снимете стресс, и, собственно говоря, станете вообще умеющим человеком, который может нарисовать все. Но учитывая, что я закончила музыкальную школу и первое образование юридическое, не рисовала я никогда. Поэтому по характеру человек я такой, что меня можно взять на слабое, и я просто пошла ради слабо. И вот так вот началась вот эта история интуитивной живописи. Ты в офисе такой человек-солдат, который живешь по регламенту, у которого есть подчиненные, у которого есть вышестоящие руководители, а вечером ты рисуешь, 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 и, собственно говоря, даже спать не можешь, ты все равно рисуешь. Это невозможно было уже совмещать. И Анна, к удивлению многих, выбрала эфемерную, непонятную, писанную вилами на воде перспективу стать художником Эбру. Эбру – это медитативная такая техника, это выражение себя на воде. Понятно, что вода такая тоже интересная субстанция, поэтому любой рисунок, нарисованный в этой технике, он, как правило, индивидуален, и повторить его достаточно сложно. Я предлагаю взять мою самую любимую гребеночку. Это гребенка для Эбру, те самые вилы. Вообще, очень интересный вариант. И немножечко так поперемешиваем, чтобы именно создать что-то, на чем мы уже нарисуем конкретный рисунок. Мне очень нравится ей работать, потому что она именно не требует спешки, и вот с ней именно какая-то такая приходит гармония и внутренняя такая легкость. Ну, мы создали холст, такой легенький. И теперь поработаем нашими любимыми палочками. Опускаем палочку в краску и дотрагиваемся до поверхности. Вот, вот такой интересный кружок растекается. Любой рисунок в Эбру — это кружки. То есть, если вы запомните эту аксиому, вы сможете нарисовать все. Сделаем два стебелька. Сюда кружочек и рядышком, пусть будет кружок. И дальше мы протянем уже, чтобы сюда у нас прошел, чтобы цветок уже пророс, как говорится. И вытянем немножечко. Еще нужно вот так вот его протянуть. Вот, уже более такой явный. И вот так вот вытягиваем. Я предлагаю взять бумажку. Накладываем. У каждого, кто наблюдает за созданием рисунков на воде, тут же возникает неудержимое желание проделать то же самое самому. И я решился. Под руководством Анны я сотворил для себя первый в жизни авторский галстук и понял, какую радость приносит взаимодействие с водой и с красками. Вот скажи мне, ты сейчас о чем-то думал, кроме воды и красок? Нет. Это прекрасно. Это называется чистое сознание. Мы сейчас с тобой отдохнули, ни о чем не думая. Вот самое главное в этой технике именно это. Вы меня удивили. Предлагаю взять самую большую гребенку. Я и не думал, что можно ни о чем не думать. А вот это очень важно. Именно в эти моменты мозг отдыхает. Да. Теперь вот так вот. Полукругом можно сделать, да? Ну, можно и прямо, как тебе хочется. Только так, чтобы да, соприкасалось. Вот, смотри, какая красота. Потрясающе. Ну, клади. Клади, клади. Эй, я тоже буду опускать. А мне хочется вот так. А, давай. Ага. Так, а теперь? Ну, а теперь давай ты поднимешь. Да. Угу. Это очень волнительный момент. Да, посмотрим, что у нас там получилось. Я тоже волнуюсь. У нас получился шикарный узор на галстуке. Ну, как вам? По-моему, неплохо. В этом и есть вот это вот счастье, которое ты испытываешь от того, что ты творец. Ты, по сути дела, ничего особенного не делал, но у тебя что-то получилось. Скажем так, это вот, ну, есть же такое, да, там внутреннее я и внешнее я. То есть внешнее, это, как правило, это, как правило, тот социум, который диктует нам правила. А внутреннее, это то, с чем мы рождаемся, то, что нам в какой-то момент приходится, может быть, где-то скрыть, где-то там приумножить или наоборот убрать. Но вот как раз вот в этой технике, вот это наше внутреннее я, оно и выходит. Поэтому вы испытали абсолютное счастье, потому что, может быть, как бы вы почувствовали что-то свое в этом тоже. Душа танцует, как краски по воде. Эбру раскрепощает человека, приводит его в состояние гармонии с самим собой и, как следствие, нередко приносит счастье и в личной жизни. И вот на таком этапе мы встретились с моим будущим мужем, нас познакомили друзья. У него был хороший гараж, у меня был большой таз для рисования, и, собственно говоря, таз надо было куда-то пристроить. И вот, ну, тут как бы сыграло сразу все. То есть я поняла, что это вот та деятельность, с которой как бы я хотела бы связать жизнь. Ну и, собственно говоря, появился любимый человек, вот, который впоследствии стал и мужем тоже. Весь мир для мастеров словно огромный холст для творчества. Думаю, рисовать на привычных жестких поверхностях художникам гораздо удобнее. Но зато как мягко и нежно растекаются краски на шелке. Картина словно дышит. Она часть живой природы. Я очень люблю эти маки. Это роспись по ткани Елены Дорошкиной. Ее батик какой-то особенный. Летящий, порхающий. Художник работает в своей уникальной технике. В классическом батике ей показалось тесно, и Елена начала экспериментировать. Эксперименты, они, как правило, приходят очень странно. То есть это не то, что вот отдай-ка я поэкспериментирую. Нет. А ты вот, допустим, что-то испортил, а в батике исправить невозможно. И ты начинаешь это испорченное какое-то пятно превращать в рисунок. И выходишь на какую-то новую технику, совершенно неожиданную. То есть все эксперименты и новые техники, которые я сама придумала для себя, это все получалось как раз как исправление ошибок. Такая эволюция, можно сказать. И получается супер, классно. И меня спрашивают, а как это ты это сделала? Я говорю, а у меня просто не было контура, и все. И все растеклось, и все стало такое, знаете, танцующее, волнующее. Вихри какие-то понеслись, потому что нет контура, нет ограничения. И все это летит. Батик – искусство древнее. Им с незапамятных времен занимались в Китае, Шумере, Перу, Японии и африканских странах. Но наивысшего расцвета роспись ткани достигла в Индонезии. До сих пор считается, что каждое полотно древних мастеров наделено волшебной силой. Да и современные художники заметили, что батик – это нечто большее, чем просто искусство. Часто у меня батики становятся пророческими. Как ни странно, это было несколько раз. Вот, допустим, в какой-то момент почему-то я стала рисовать слонов. Вот слоны, слоны, слоны. И совершенно внезапно мы летим в Непал. Вот просто вот собрались и полетели. И там я попадаю на слоновую ферму. Там их выращивают, там они живут. Вот. И последний момент такой из пророческих – я стала рисовать сов. И однажды вечером я выхожу на крыльцо, и вдруг мимо меня пролетает огромная птица. Я не понимаю, что это. Здесь такая большая птица не может быть. И я вижу, что это сова. Елене нравится оставлять зрителю пространство для размышлений. В «Батике» должна быть незаконченность, незавершенность. Есть такая работа, называется она «Кафе». Когда я вывесила ее на выставке в ЦДХ, и эта работа висела, и все говорили, нет, это название неправильно, это не «Кафе». У этой работы нет названия на самом деле. Она называется формально «Кафе». Отношения мужчины и женщины, они всегда очень сложны. Вот. И здесь, вот в этой работе, наверное, получилось все вместе. И какое-то хорошее, красивое начало, знакомство. И потом какое-то выяснение отношений ненужное, как всегда. И неизвестно, чем все это закончится. То есть работа не должна быть буквальной. Она должна оставлять пространство для мысли человеку. Человек должен додумывать ее. Елену влекут темы вечные, библейские, древнеславянские. Вот эта работа называется «Солнцеворот». Это «Солнцеворот» или «Коловрат» – это древний славянский символ. Вот он изображен у меня вот здесь на картине. Он означает… Это символ вечного движения. Он не останавливается. Видите, он замкнут. Он все время идет по кругу. Придуман еще в дохристианское время, славянами. Как мастера Эбру доверяются воде, так Елена полностью отдает себя во власть красок и шелка. Никогда не знаешь, что получится в итоге, потому что краски невозможно остановить. Их можно… За ними можно только следовать. То есть они ведут меня, эти краски. Я иду за ними покорно, но используя их, я все-таки создаю свою тему. Вот я натянула шелк на подрамник. И теперь я попробую импровизацию сделать на шелке. То есть я смочила шелк. Смочила шелк. Потому что так лучше растекается краска. Поскольку я недавно вернулась из Таиланда, то в голове у меня очень яркие цвета, краски. И мне хочется, чтобы эта работа была тоже довольно красочной. И чем-то напоминала мне цвета Таиланда. Делать все нужно быстро, потому что все очень растекается в разные стороны. Краску не остановить. И если нужен какой-то более серьезный сюжет для батика, то, конечно, надо делать эскиз и придерживаться этого эскиза. И пусть это будут такие танцующие, жаркие цвета этой теплой, красивой страны. И вот эти цвета и нежные, и яркие, они во мне до сих пор. И поэтому что-то прорисовывать, какой-то сюжет, историю я сейчас не буду. И я бы закончила на этом. Дворцов вдохновляет не только тропическая зелень, но и нескончаемые однообразные пески пустыни. Песок сквозь пальцы утекает, но все же рождает замки. Это древнее японское хоку могло бы стать эпиграфом к молодому искусству. Песочным рисунком и песочной анимацией. Рисование песком – достаточно молодой вид творчества. Он появился в 70-х годах прошлого века. Именно тогда американка Кэролайн Лив создала свой первый песочный анимационный фильм. Без монтажа, на одном дыхании. Как это может быть? Каждому хочется попробовать. Свой первый урок рисования песком я сегодня беру у художника Екатерины Пресняковой. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Женя. Ну, расскажите, с чего вот можно начать. Есть два способа рисования песком. Первый способ – когда мы насыпаем песок на планшет и рисуем на песке. И второй способ – когда мы на чистый планшет насыпаем сразу рисунок. Первый немножко полегче, второй немножко посложнее. А для новичка? Вопрос приспособится. И тот, и другой хороший. Давайте попробуем. Берем в ладонь песок и тоненьким слоем по планшету рассыпаем. Но это по большому счету мы сейчас делаем фон. Мы делаем фон, на котором мы будем рисовать. Рисуем мы пальцами. Если нам нужна линия, мы рисуем одним пальцем. Параллельные линии мы можем двумя пальцами рисовать. Можем всеми четырьмя пальцами рисовать параллельные линии. Можем полный рисовать. Отлично. Есть еще один интересный способ. Мы ставим руку на планшет так, чтобы вот эта косточка у нас прям упирала в стекло. Мизинец расслабляем. И немножечко сгребаем песок мизинцем, мизинец перемещаем. Еще сгребаем, еще перемещаем. Так можно рисовать веер, хвост у павлина, цветы какие-то, раковины. Да, слушайте, это я так еще и мелкую моторику рассыпаю. Ну конечно. И второй способ. Когда мы на чистом планшете насыпаем сразу рисунок. Ну давайте также попробуем совсем простого. Ниже держите руку, у вас тогда песок не будет рассыпаться. Угу. И из этого овала делаем ромашку. Если у вас песок немножечко рассыпался, можно сделать хитрый ход. И внутри ноготочка. Остановиться невозможно. Образы возникают легко и естественно. Мастера говорят, что нужно всего лишь довериться песку и идти за ним. Что я с удовольствием и делаю. Ну, песок нам знаком с детства. Да, все мы любили играть в песочницы, любили возиться с песочком. Да, море опять же, ассоциации с морем, с солнцем, с пляжем, с отдыхом. И песок сам по себе, он очень приятный на ощупь. Да, то есть его можно потрогать, очень приятно, он расслабляет. Основная профессия Екатерины Пресняковой требует большого нервного напряжения. Девушка работает психологом. Иногда бывают достаточно сложные случаи, достаточно сложные ситуации у клиентов. А мне не очень полезно брать это все на себя. И куда-то эта энергия негативная должна уходить. Уходят в песок. Я после консультации, у меня дома стоит большой планшет, на котором я делаю песочное шоу. Я мужу отдаю ребенка, говорю, пять минут меня не трогать. И в песке, значит, немножко порисовал, повозил, с энергии ушла, мне стало хорошо, спокойно и комфортно. Песок – это у меня хобби, мне просто нравится это делать. У песочных рисунков есть только один недостаток. Они живут мгновение. Сам художник их тут же и стирает. Песочная анимация, которая меня поразила тем, как одни фигуры, приходят другие, трансформация, которая поражает воображение. И особенно интересно это видно, когда смотришь на экран, и когда песок преломляется не твоим зрением, а именно восприятием фотокамеры или видеоаппаратуры. Потому что здесь за счет вот этих эффектов получаются еще дополнительные какие-то моменты, которые обычный глаз он не воспринимает, но зато поражает воображение, когда ты это видишь на экране. Экономист Александра Лазукина тоже поклонница рисования песком и рекомендует это занятие людям любой профессии. Но все равно в человеке творческое начало, оно никуда не девается. И это вот эти направления, они помогают раскрыть человека и дать ему какой-то толчок и показать, что жизнь это не только вот утром проснулся на работу, вечером пришел и спать, а есть какие-то вещи, что душа человека может раскрыться и дать радость. Как известно, нельзя дважды войти в одну и ту же реку и пустое занятие строить из песка замки. Но именно это и будет творческую фантазию мастеров и рождает уникальные виды искусства на все времена.